Что произойдет с топливной аппаратурой дизельного двигателя, если залить в нее осушитель на спиртовой основе? Это главный вопрос нашего сегодняшнего видео. С вами канал OEMZAP и я Дмитрий. К нам в сервис обратился клиент с жалобой, что его автомобиль Hyundai Santa Fe с пробегом 156-589 км плохо развивает мощность, плохо заводится и приехал своим ходом на диагностику. Но начнем мы с предыстории всего ремонта, который производил клиент. Клиент залил в топливный бак осушитель дизельного топлива. Не посмотрев в состав, залил его в бак. После чего двигатель поработал минуточек пять, его заглушили и больше он не смог завестись. Вместо того, чтобы автомобиль ввести в профильный сервис, он с товарищем взял эвакуатор и отвез автомобиль к себе в гараж. Дело было на даче. И приступили к самостоятельному ремонту. Первым делом сделали компьютерную диагностику. Ошибка по давлению топлива. Сняли ТНВД, отвезли его на диагностику. Им сказали, что ТНВД нужно менять. Оно имело задиры. Также надо было поменять топливные форсунки. Но клиент отвез их на ремонт. Как ни странно, но пьезофорсунки ему отремонтировали. Якобы отремонтировали. Никто об этом точно не знает. Ни клиент, ни мы. Топливный насос он купил якобы новый за 41 тысячу рублей. Установили все. Топливный насос, форсунки. Но радость работы двигателя была у них недолгой. Двигатель стал работать очень плохо. Плохой запуск затрудненный. Собственно говоря, то, с чем он приехал к нам. При подобных неисправностях мы всегда начинаем диагностику с подключения компьютера, в котором видим ошибки и видим параметры работы двигателя. Компьютерная диагностика показала ошибку по низкому давлению топлива. Это означало, что в ТНВД есть проблема. Заменили сначала датчик давления. Вытащив датчик давления, на нем оказалась металлическая стружка. После этого мы стали проверять систему на наличие стружки. Выкрутив топливный фильтр, слили из него топливо в баночку. Собственно говоря, стружка там была в большом количестве. И начали согласовывать с клиентом снятие топливного бака, снятие насоса ТНВД, замену топливных форсунок. Как оказалось, при самостоятельном ремонте владелец автомобиля предложил товарищу промыть топливный бак. Но тот сказал, зачем? У нас там все хорошо. И вот это была самой главной ошибкой. Не промыли топливную систему. Не промыли топливный бак. Сняв топливный бак и топливный насос, мы посмотрели на сетку топливного насоса подкачивающего. Она была забита настолько, что и простым очистителем ее не очистишь. И на полчаса поставили в ультразвуковую ванночку. Также промыли весь топливный бак снаружи внутри, просушили, продули, чтобы не было лишней влаги. Сняли насос ТНВД и отправили его на дефектовку. Дефектовку топливного насоса производил наш ведущий дизелист Анатолий. Только послушайте, что он говорит в видео. Здесь, а вот куски прям. Смотрите, прям куски стружки. Да, да. На резинке прям, прям, прям. Огромные, да. И сетка вся забитая. Вот. А еще на дозаторе есть следы молотка или чего-то такого. Вот так. Да, посмотри. Так, а у нас что-то было заявлено, что от насоса был менялся, новый. Новый, новый ставили. А вот болтик, что-то из желтой краски, скорее всего, какой-то ремонтный был. Чего-чего, ремонтный? Ну, вот болт какой-то краски непонятный. Не, ну, может быть, кто-то и делает. Может быть, кто-то там что-то как-то и делает, но я еще не видел таких болтов. И затяжка тоже, мне кажется, слабовата. Просто не знаю, какая она должна быть. Ребилдовый? Возможно, да, я восстанавливаю. Поэтому и цена дешевле. Сорокотая, сорокотра тысяч. Только одну тысячу он стоил, да? Не, ну, для ребилд многовато. Все равно, для ребилдов все. Продавали как новый, я все купил. Да-да, продавали как новый. Вот тут и неизвестно, где обманут. Вот это плунжер. И вот эта резинка. Она точно не оригинал, вот эта синенькая. Нет никаких синеньких. Сюда все черненькие резиночки идут. Вот, там сейчас я только перчатки. Конечно, можно разбирать таможные перчатки, конечно. Так. Сам плунжер. Плунжер, в принципе. Здесь. Вот он у нас. Тянет, но это еще не факт. Выработки там. Ну, он у нас заводится, работает. То есть, проблема-то немножко не в этом. Вот толкатель, самая их проблема. Ужасно, вообще ужасно задрало его прям полностью, весь. То есть, это прям сверх. А вот сюда, такое ощущение, что здесь кто-то наждачкой зачистил он там, внутри. То есть, такого не бывает после задира. Там как будто есть следы от... Вот тут вот с краю, как будто он весь такой... А вот отсюда, если смотреть, дело в том, что он... Там была такая выработка. То есть, следы должны быть... То есть, вот скрываем, и на самом толкателе, то есть, они должны быть вертикальны. А здесь, как будто кто-то, вон, шарошилово. Ты посмотри тут, Александр Ильич. То есть, такое ощущение, что вот он, он прям был. Был, 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 да. Вот его как будто натирал кто-то там наждачкой. Так, ладно. Говорю вот так вот. Видишь, он как... То есть, следов, да, нету. Вертикальных от этого. Обычно, то есть, от толкателя остаются следы. А есть тут несколько, к сожалению. Ну, конечно, вот толкатель, это прям хуже я не видел. Да, РК было на практике и хуже, то ли? Нет, хотя были одни, я не знаю... Вроде бы как, деки были одни. У них прям вообще не заводилось. Я вскрыл, там вообще прям в каше был насос весь. Нет, насос 100% на выброс. Потому что корпус там, если что-то сделали, то новый он не похож. Первое у нас болт краска. Второе уплотнительные кольца. Не оригинал. И внутри видно следы рук. Он даже может быть просто установленный. Да, да, да. Или как-то вместо нового. Да, конечно. Что-то такое более-менее. Да, вот под вкладыш и здесь задерж... И здесь. То есть, у нас здесь есть втулки внутри. Они задроты. Даже сам кулачок. То есть, на кулачке тоже видно выработку. Есть небольшие царапины. Это говорит о том, что он работал с нагрузкой. То есть, толкатель клинил. Вот. Она вот так происходила. Царапала его. Вот. И вот этот как раз-то вот колесик, можно сказать, в толкателе, он тоже немножко подкусывает. То есть, когда он подкусывает, то вот как раз-то здесь происходит. Ну и два вкладыша у нас. Вкладыш наружный и внутренний. В крышке и в самом корпусе. Здесь тоже на валу видно задержку. То есть, там это. Насос. Так как он алюминиевый, это корпус. На выброс. Все. Там вот, получается, бак помыли. Ну, вынос у нас. Здесь с насосом, если, как утверждают, что продали как новый, ну, это обман. Это неправда. Насос, видно, что восстановленный и... То есть, купив такой новый насос, рекомендуется разобрать его и проверить. Как-то, как-то, как-то шел разговор о том, чтобы восстанавливать эти насосы. Дело в том, что его гильзует. Ну, то есть, новый толкатель приобретаем там... Плунжер страдает крайне редко. Страдает корпус и толкатель. Вроде бы, как, кто-то там пытался его загрязывать и новый толкатель. Тогда, да, я согласен. То есть, если же опять у нас целые вкладыши. Ну, вкладыши, я думаю, тоже, если при наличии оборудования самих вкладышей, можно заменить здесь все это. Может быть, даже какие-то есть ремонтные вкладыши, но пока про это я не слышал. Поэтому это у нас на выброс. Все привезенные запчасти клиентам мы установили на автомобиль. Перед установкой форсунок заменили на них медные шайбочки и очистили посадочную поверхность. Каждую форсунку прописали. Потом произвели тестовую поездку автомобиля. Тестовая поездка была успешной. Автомобиль ехал нормально, развивал мощность, не дымил. И был готов к отдаче клиенту. Но перед отдачей мы всегда проверяем все соединения, которые откручивались, на предмет утечек. Чтобы в дальнейшем не возникло каких-то проблем с этим. И убедившись в отсутствии утечек, мы отдали автомобиль клиенту. Теперь о самом главном. Какова цена ошибки? Напомним, что все беды начались у владельца автомобиля после использования присадки по осушению топлива. Скорее всего, эта присадка была на спиртовой основе. Которая довольно-таки губительна для автомобилей с дизельными двигателями. Стоимость затрат при первом самостоятельном ремонте у клиента составила 41 тысячи. Это ТНВД. Сколько он отдал за ремонт форсунок, мы, к сожалению, не спросили. И как минимум эвакуатор до гаража с дачи. Это еще тысяч пять. Ремонт автомобиля в нашем сервисе клиенту обошелся в 30 тысяч 500 рублей без учета расходных материалов и очистителей. Стоимость ТНВД и форсунок, которые клиент привез, он сказал порядка 55 тысяч. Итого, весь ремонт первый и второй обошелся в 131 тысячу 500 рублей. Так что, друзья, делайте выводы. Лить в топливо какие-либо присадки, либо не лить. Можете, кстати, написать нам в комментариях, какие присадки используете вы и которые не столь губительны для двигателей и топливной системы. Мы с удовольствием почитаем, изучим этот вопрос и постараемся собрать для вас статистику. С вами был канал ОМЗАП. Я Дмитрий. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. На месте сидите и сильно не двигает. Сейчас почитаю. Так, более-менее нормально это? Я еще пока не обвыкнул. Ого, там гроза. Не лейте ничего в топливный бак. Посмотрите, к чему это приводит. А я пока поснимаю весь, да? Шарошкой будет. Не помнишь? Не помнишь, как они? Субтитры сделал DimaTorzok